И успела я поделиться своим подарком. У нас просто тут трындец какой обстрел начался. Сейчас руки трясутся, мы не можем найти кошку. Она куда-то убежала. Ой, у нас уже разбились окна. Уже, да. Очень, очень и где-то рядом прилетело. У нас и в спальне разбилось окно, и на балконе. Но как бы это все еще не критично. Просто, знаете, не знаешь, когда прилетит снова, потому что трындец, что было сейчас. Ой, ну, тут без матов не скажешь. Мы засели пока вот сюда. Не знаю, насколько это безопасно. У нас там дверь, в принципе, толстая. Ванная, я понимаю, что тоже не вариант. Хотя тут тоже керамика. Если посыпется, может поранить. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот тут одеялами закидались, пока сидим. Саша была в кровати еще, когда все началось. Не знаю, что там на улице, но сейчас нужно позвонить. Сейчас хочу позвонить соседям сверху, что у них там, как они живы, нет. Кошку надо найти еще тоже. Потому что она пипец как-то испугалась. Я так понимаю, что сейчас, если не у всего дома, то у 90% точно вылетели окна. Пока сейчас тихая обстановка. Вот у нас тут на балконе вылетело стекло. Но это как бы все тоже не критично. Главное, что все живы. И кошку найти не можем пока еще. А нужно найти, потому что она может от страха забиться. И совсем попугая пока сюда поставила. Ой, я даже не знаю, где ее искать. Тут, конечно, немножко пострадала, так пострадала. Вот так вот у нас выглядит окошечко теперь. Я так понимаю, это именно осколки. Вот три попадания. Но меня радует то, что это вроде бы только одно стекло. Два остальных вроде бы целых. Ой, там горит. Ой, там горит что-то. Ой, там наша школа тоже или что, я не знаю. Ну, смотрите, люди ходят. Люди ходят. Боже, манго вообще пипец. Просто разнесло. Просто это было попадание там. Вот там попадание, вот попадание. И поэтому все так отдало к нам. Вот. И там, походу, тоже. Да что это за люди? Спокойно, Саша, спокойно. Просто у всех. Ой. Посмотри на балконы. Они все заклеивали, у них ничего не сработало. У нас тоже. У нас тоже все нормально, все хорошо. Это только одно стекло. Два у нас целых, у нас все хорошо. Два стекла целых, это вообще просто. Просто у нас будет тепло, и все будет хорошо. Хорошо и здорово. Тут все сетка, она, если что, тоже будет защищать. Тут, слава богу, все целое. Вот. Ну, там, конечно, трындец. Бляха. Ой, простите, конечно, но по-другому тут просто никак. Там горит, там просто горит что-то. Уже окно, правда, рассыпается по частям, но ничего. Я думаю, все такое дело наживное, то починится. Вот, ну, не знаю, осколки, что там. Ну, слава богу, вот слава богу, я прям молю, чтобы этим все и закончилось. Вот, так что закрываю жалюзи, потому что он так будет надежнее. Все, кошку нашли. Сиди там, пожалуйста, сиди там, пожалуйста. Все, кошку нашли, все хорошо. Да, ты сиди тут, пожалуйста, хорошо? Мам! Да, да, все хорошо, да? Все хорошо. Садись, Дим, садись, садись, да. Да, все хорошо. Мама! А? Да. Ничего страшного, да? Все будет хорошо, садись, пожалуйста. Садись и укрывайся. Садись и укрывайся, да, там картоха у нас еще, да. Ничего страшного, да, там картоха мягче будет, да. Да. Вышла на балкон, стекол тут много, пока на улицу я не рискну выйти. Ну, конечно, ой, блин, там у людей вообще все повалилось. Там попали, походу, вот, смотрите, прямо в квартиру. Надо где-то гореть тоже. У нас вот так вот все тоже посыпалось, у людей все посыпалось, балконы все посыпались. Все в стекле, просто все в стекле. Ну, и у нас тоже, естественно, все дома в стеклах. Не знаю, что там машина, но вот этот запорожец, или, ну, господи, не запорожец, же уголь. Он тоже пострадал, естественно, он без стекол полностью. Воняет, воняет гарем. Вышла посмотреть, что вообще творится. Ну, в подъезде у нас вот все тоже вылетело. Все в стеклах. Выхожу дальше. Тут просто все, все посыпано. Все в стеклах. Полностью трындец. Так, я понимаю, спасатели, наверное, какие-то приехали. Потому что, ну, потому что там ужас. Да, мне просто интересно, что там у нас машина-стоянка. Ну, все живые, слава богу. По идее, все живые. Не знаю, как там, есть жертвы или нет. И оперативно-ративальная служба приехала. Все подъезды повылетали. Прям вообще, вон даже эти повылетали лутки, или как это называется, рамы. О, нет, тут все живо, все цело. Это вот тут только вылетело. Ну, да, не знаю. Машина тоже, естественно. Ну, все принимают сразу меры, естественно. Все в стеклах, просто. Весь город в стеклах. От слова совсем. Это тоже все в стеклах. Нет, тут скорпион целый. Ну, тоже посыпался магазин. И тут у нас, я часто покупала нижнее белье там тоже. Ну, полностью все полегло. Вот тут все черное. Дымится что-то где-то совсем и полностью. Там тоже все повылетало у людей. Вот посмотрите, полностью все. Ну, уже дым так не валит. Уже. Ну, тут. Тут уже и у второй половины тоже все повылетало. Как-то так. Вот провода все висят. Вот посмотрите. Трелевы с него, да? Всяк вот эти провода. Ой, дай бог, чтобы только все были живы. Остальное ерунда. Все машины целые остались, слава богу. Это, конечно, все вынесло. Вот у нас люди капец остались без ничего. Жуть. Гордейский 21. Наш Гордейский 23. Вот он наш. Наше счастье, что мы в серединке находимся. Потому что тут вот все. Просто все. Ну, слава богу, вроде без жертв. И это уже радостно. Тоже машина. Не знаю, что там наши на стоянке. Но тут вот стоят целые вроде бы как. Потому что надеюсь, что наша тоже там дождется нас. Вот там даже живые лодки бы вылетали. Балконы тоже повыходили. Из строя. Вот. Ну, вот этот балкон большой у нас, в принципе, целый. Наш вот именно боковушка пострадала. Ну, тут тоже все волной вылетело. Все в магазинах. Вот. Ну, у нас, слава богу, чисто балкон. А, и у соседей тоже. Вон, балкон тоже залетело. Вот там тоже. Так все хорошо. Слава богу, что все живы. Остальное все сложится как-нибудь. Ну, желательно, чтобы все было хорошо. Ну, как будет. С этой стороны тоже деревья все пообломались. Я так понимаю, наверное, попадание в самый Хвардейский. Вот тут вот. Ну, зурной волной, конечно же, провода оборванные валяются. Жуткая картина. Да не то, что провода оборванные. Вот троллейбусные провода. Вот. Троллейбусный провод. Я так понимаю, тут тоже какое-то попадание. Все черное. Ну, уже так не дымится, во всяком случае, уже как бы так хорошо. Вот. Там в школе тоже окна. Не везде, но повылетали. Вот. Так что, вот так выглядит наш город сейчас. Очень сложно тут ездить, потому что провода. Не знаю. Вот здесь провода. Хорошо, что у нас пока есть электричество. Это прям очень круто. Вот. Мы тут себе обустроили местечко. Тепленько, чтобы не совсем на плитке, чтобы не так холодно было. Положили с дивана. Да, мужичек, да. Да, кошка у нас тут тоже немножко стрессует. Там у нас попугай. Как бы тут у нас, вот пока так и остается. Там я забаррикадировала матрасом. Ну, тут очень холодно, на самом деле. Не знаю почему. Ну, потому что тепло сюда, в принципе, не доходит. Вот. Так что, и этот матрас я потом тоже, наверное, или на ночь окно забаррикадирую. Не знаю. Ну, конечно, не полностью окно закрыто, но, не знаю. Пока вот так оно, во всяком случае, держится кроватью и вот этим пеналом. Пусть хоть что-то, хоть как-то, хоть, знаете, затормозит удар какой-то. Не знаю, как-то так. Так, Жорик наш тут пока, мы его тут оставим. Дима сегодня за мной как хвостик бегает, не может. Говорит, спокойный такой, ты сядет, сидит. Вообще, да, сегодня он не балованный совсем. Да, там я балкон заклеила, ну, потому что там по одному стеклу, поэтому небезопасно. Там у нас вот вылетела, и я затулила с чужого балкона. Взяла, но на земле валялась, я взяла, потому что я не знаю, чем затулять, как в таких случаях быть. Вот, снежок падает, да. Вот, тут у нас, если что, жалюзи нас будут спасать. Там я вам уже показывала наши дырки в окне. И сейчас не совсем праздничный будет у нас перекус, а просто, слава богу, что у нас есть пицца, что мы можем вот так вот быстренько перекусить. Вот, так что сейчас перекусим, потому что Сашуля еще, в принципе, не ела. Вот, ну, мне не очень хочется, потому что в таком состоянии, что еда не лезет, но нужно, нужно. Вот, тут у нас баскает, конечно, еще. И за окном, за окном классно, за окном снежок. Мягкий такой, пушистый, падает. Класс. Девчонки у меня здесь сидят. Мы вот это вот взяли, ну, матрас, не знаю, с дивана, да. И тут пока одеяло, подушки, на всякие сути, чтобы было мягко. Пока тусуемся тут, сейчас покушаем. И тогда разберемся, где еще, куда деваться. Да, Димасик? Раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три, четыре. Кас. Би. Сок там. Сок. И теперь, походу, к нам пришла зима. Засыпает весь этот ужас. Просто вообще, посмотрите, укрыло все снегом. И снег все сыпет и сыпет. Так что мы сейчас все под одеялами. Просто слушаем тишину. Ну, она иногда, конечно, прерывается бахами, к сожалению. Вот, ну, природа. Природа хочет укрыть все одеяло. Успокоить, наверное. Прям не верится. Слушайте, зима. Прям совсем зима. Вот. Так что, вот так вот прошел у нас сегодня. День 8 марта. Тишина по городу, как будто никого нигде нет.